здравствуйте очередной день работ бритвки собраны который я показывал предыдущем обзоре сейчас хочу вам показать то что получилось и то что нужно еще с ними сделать вот то что не получилось в этом нечего сказать потому что все получилось на отлично на отлично что получилось то есть там затяжка вот эта ровнота вот этих то есть как она заходит все здорово вот такие вот красоточки и вот за лапу и сразу потому что они только заблестят и их руками хапну руки надо отмывать каждые пять минут и поэтому вот так вот все происходит дальше открываем то есть и бреемся как комиссори вот в таком вот положении просто четко как комиссори с прямой ручкой дальше проворачиваем этот момент и у вас складная бритвка нормально да вот этого принципе я и хотел добиться в итоге оправы я устанавливал не смотря на то что какой клинок какой оправе просто как-то интуитивно брал в руки и понимал что вот этот почему-то пинок должен быть вот глупой оправе вот так вот это как-то все не знаю почему но интуиция она такая вот такая вот она также берем коп бритвка комиссори просто комиссори вот такая вот дальше раскладываем получаем бритвку классическую да по пальцам вот у меня вопросик шеребл вот ну кого какой хват вот 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 не вообще вот такой хват так что я не могу заворачиваюсь ладно да они проходят вот так вот сюда то есть ну сами понимаете все просто элементарно как никогда такие вот штучки с ручками все конечно требует максимального протирания тяжелезе да был вопрос по поводу лезвий почему лезвие не полированные все просто полированное лезвие как комиссоре полированное лезвие она требует очень очень много работ над ним очень много давайте так по-народному скажу хомутни и поэтому я их не полирую только по одной причине ценник если хотите ценник конкретно выше просто конкретно без проблем они будут полированы но большинство не готовы платить за полировку ну не готовы платить потому что этот ценник не в тысячу не в две возрастет g10 мощнее сказать g10 вот а ценник возрастет в разы в разы в разы некоторые могут сейчас подумать мол что за фигню он тут гонит да по поводу ценника также комиссорка и ух ты какой хвосток и вот это вот складячок класс класс мне нравится единственное что не сомневаюсь в ровной заточке этого вот тонкого полотна вот этого но посмотрим может сомневаться одно но как она выйдет в реале потом уже в результат как бы будет там уже все покажет от заточка а так в принципе не сомневаюсь что они заточатся на ура и да по поводу ценника то есть если вы думаете что у вас есть там гриндер есть у вас бормашина и вы можете полирнуть лезвие в зеркало то то есть это правильно вы это сделаете вы полирнете лезвие в зеркало но у вас из бритвы получится ложка ложка почему ложка потому что бритва это не нож это не еще какое-то там подобные изделия которые можно просто вот взять и полирнуть просто взять и полирнуть нет малейшие потери геометрии прям вот малейшие идет к тому что бритва будет как ну не знаю леденец закатанный заглаженный и в итоге вы получаете не бритву а просто какую-то железку которая в итоге будет заточена получается острую железку вот то есть это не настолько простой инструмент чтобы его вот так вот как многие увидят что его можно просто взять вот так вот клиндером бур машины там еще чем чем там еще полирнуть нет это сложный процесс это долгий процесс и вполне такой дорогостоящий поэтому поэтому вот в целях удержания цены на доступных в таких вот рубежах как говорится я придерживаюсь вот этой вот матовой шлифовки вот как то так так же у меня есть небольшая новость еще одна но я предыдущий не показывал камешку купил синтетику просто шикардосный я все сравниваю там все вот это пробую ну интересно нравится и взял одного неведомого зверя недавно из Японии вот такую фигню позиционируют они как ножевой камушек но вот свою бритвку сегодня не взял конечно на тесты потому что я на чем еще буду тестить конечно на своей бритве ее только заточил вчера побрился здорово после Гуанси работает просто ну ура шикардос вот ну что там жалеть то да и под рукой что главное ничего еще не валяется такое чтобы еще заточить бы что-нибудь и вот мне интересно может у кого-то есть вот опыт такой положительный отрицательный вот этой вот побрякушки дело в том что этот камень он как вам объяснить он меловой он реально состоит из мела что в него добавили там в абразив или может просто этот тупо мел не знаю но сейчас я вам покажу на паузу вот это такой вот кусок мела в пластиковой коробочке взял потоньше который там есть 10 есть 20 миллиметров но я на пробу и видите что любое движение бритвы оставляет на него такую грязюку а был он вот такой изначально но кстати быстрый шла моментально просто с бритвы снимают моментально блеск выдает шикарный но стоит ли его брать как вот для себя как вот финишник предфинишник он как финишник я не знаю пойдет ли вообще ну не знаю как вот то есть я вам обещаю в ближайшем будущем я затестирую опять же на своей бритвы и скажу вам точно стоящий камень или нет но то что он выдает этих своих 12 грит 12 тысяч грит это сто пудов просто сто пудов выдает работает быстро но я не знаю как после него бритвы поведет потому что я в ютубе видео нашел пару штук импортных ну там повозили посмотрели ну не о чем какие то хотелось бы больше информации конечно вот так вот еще одну зверюшку себе прикупил а предыдущий ну показывать нечего там у меня китайские двухсторонники нанивы односторонники ну эти вот искусственные вот ну это тоже нанива ну там нанива суперстоун а это просто нанива не просто даже нанива гюкин кагаяки ах я пошкин вот ну пока все приступаю к заточке посмотрим что да как у нас камушки на каям ушки ах в общем все на сегодня хватит ах протащил я все эти бритовки включая вот этот обломок дамасский на всех всех искусственных камнях на каждом камне точнее доводилось до плотного залипания вот то есть начинал я ну кромку я делаю на особенном инструменте потом перехожу на старенький камушек 5000 все это маленько выравниваю и уже начинаю работать 6 8 и сегодня участвовал в этой хомутне вот этот каменоид японский вот в общем я собирался что сегодня сделать еще по плану у меня было то это пройтись на гонси но уже никакой совершенно и поэтому я думаю надо тормознуться и это будет правильно и этому еще есть второй фактор тормознуться почему потому что мне интересно как как этот камушек работает 12-тысячник меловой то есть как он работает в бритье после него вот именно без натуральных камней сейчас я его на ремешке прокачу вот эту вот штучку без ручки я его тут восстановил так над шибись как говорится он был весь тут закрошен ну что я им рублю тут кругом все режу этот обломок клинышка дамасского вот и в общем я им хочу попробовать побриться да да но мне не привыкать потому что я что складной бритвы что комиссорий всегда держу как комиссорий это мой любимый хват рабочий хват оправка мне нужна только для того чтобы прятать линию больше не для чего не выдержала я в общем ляжу до дома нести неудобно она остренькая куда ее воткнуть не знаю как вот переть не знаю на дома вот валялась какая-то у меня тут с выщербленной оправка акриловая вот такого чебыша собрал а ну вот так вот мне для бритья она вот так вот так вот а чем не бритва да вообще пять минут собрана без клинышка ну просто чтобы было она как получается раздвигает по праву и за счет этого все четко заходит а так бы тоже бы зашла тоже бы зашла да да поправил ее на гладеньком ремешке и блин блин ски она вполне так себя показывает нормально сейчас я свет добавлю еще может поможет как-нибудь ну вот такой вот я нетерпеливый захотелось до дома донести ее без проблем оп отпал волосок без сопротивления без сопротивления это важно отпал отпал чувствуете да но то что хорошо рубит это еще не факт что это мягко бреет вообще не факт но пяточка хреновенько цепляет только вот 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 пинг короче говоря это все надо тестить на лице только на лице это показываю наверно не видно нифига монитор там потому что мимо смотрю монитора иначе там вообще не попаду вот так вот вот так вот потому что я затачил тут делал супер остроту делал я ее но волос отлетает так что прям даже остается впечатление что он отпадает еще до соприкосновения от страха как то так но в лице оказалось прям жаскач-жаскач вот так вот поэтому теперь не верю ни одному волосу вообще раньше не доверял а сейчас вообще никак не доверяю то есть только бритье покажет результат или его отсутствие вот как то так и что хочу сказать да по поводу камушка этого он все таки оказывается сам очищающийся слегка уже не такой грязный но самое важное в нем то на данный момент что я вот его пока ощутил то что заточку загоняет в блеск зеркальный прям зеркальный блеск приятный такой сочный как будто такой вот темный блеск не вот какой то просто белесый во вторых работает максимально быстро охренеть как быстро вот этот шлам он сразу моментально его много то есть железка сжрется прям моментом и видишь вот несколько движений уже понимаешь что хватит но нет ждешь прилипания чтоб было прям конкретно все уже вот так вот как то он работает ну посмотрим ну как финишник или предфинишник я еще пока не знаю как его заценить но пока что вот как вот окончательный искусственный камень то есть крайний в заточке он прекрасен не жалею что я его взял ну я в принципе для этого взял чтоб протестировать он руки даже размокли видите как после бани размок я в этой воде баночки ведрышки туда-сюда так как нам посмотреть то с приближением или без вот такая вот сейчас заточка получилась видите какой блеск это вот после того двенадцати тысячника китайки заточка тонкая обратите внимание Вадим приветствую твоя вина прошлый раз ты мне на прошлом видео в комментарии написала почему бы тебе сразу не делать тонкую заточку зачем ты делаешь этот ромбик ну ромбик это так положено по технологии производства бритв но я прислушался к тебе и сделал сразу тоненькую так что виновник в этот раз Вадим Вадим вот так вот прекрасно прекрасно все получается как бритвы так и заточка и кто-то говорит что у меня мои бритвы не точатся просто хочется ему прямо реально взглянуть в глаза а ты просто пробовал их ну как бы затачивать или ты просто не хочешь их затачивать они точатся так как не точатся ни одна другая любая бритва они прекрасны заточки прекрасны как можете наблюдать что к кончику чуть-чуть расширения ну так да бывает такое у новых бритв бывает подравнивается со временем но бывает еще мне нет слово бесит я не скажу не бесит вызывает вызывает какую-то иронию скорее я так вот скажу вызывает иронию высказывания некоторых людей там в своих кругах там таких именитых которые например говорят да я заточил он заусенчик на пяточке нашел пока в камеру не глянул видите тоже пятка шире но это не факт что исправится со временем вот этот пяточком хотя хотя сколько случаев было вот сколько я заточил там я тысячу штук я две я три я пять тысяч штук за свою жизнь заточил заточить одно как заточил насколько хорошо правда ли это по этой причине я не считаю сколько бритов заточил в своей жизни потому что если я считаю я думаю что расстрою многих здесь меня изначально она напрягала вот эта заточка просто я смотрю мимо камеры вам в это время не показываю напрягала чем тонкий тонкое полотно вы видите к пяточке чуть утолщение и поэтому я ожидал в принципе вот такого результата но ожидал его в более худшей степени ждал что будет реально кривая то есть ну разные конкретно прямо разные по ширине заточка но как видите вполне вполне приятная такая я ждал от нее подвоха честно скажу вот так вот как то события связанные с бритвами сборкой заточкой даже с камушком на сегодня закончились да не помню сказал я нет ли что у этого камня мелового у него ощущение один в один как у хорошего путного старинного на каяма вот четко такая же бархатистость чувствуется в нем и сопротивление такое же но залипание чуть лучше чуть лучше но тут уже залипание это другие факторы могут влиять все все увидимся как будет что сказать показать все и что есть есть Продолжение следует...